Завтра для омаль 160 тысяч школьников Гомельской области распочнется новый научный год. В первую очередь за партой селета сядут больше 17 тысяч первоклассников. Не глядя на то, что официальный день веда первого вероятного, одна школа при маловучнике уже сегодня. Отбылось это у агрогородка Литвиновича Кармянского района, где после реконструкции открылась средняя научная установка. Подробности в материале наших корреспондентов. Первые учени начали сбираться каля школы неде за полторы годины до початку линейки. Хоть официально проведенные работы лишатся реконструкции, по сути у Литвиновича побудовали новую существенную научную установу. От второй засталися только спортивная зала и некольких кабинетов. Мне мама купила форму, туфли купила. И даже мы сделали шарики и цветы. Некольки попередних научных годов школьники были вымышаны учиться у иншей установе, якая находится, прикладно, у 20 километрах от Литвиновича. Кажуть, было вельмене зручно. И не только у сенсии штодионных поездок. По сути, не проводились занятки по интересах. Не было ни часу, ни махчымастей. У новой школы проблем с тем, як заполнить вольный час, не будя. Тут не только есть необходные помешканни. До набучального года открыли некольки спортивных пляцовок, яких ранее у Воголя не было. Побудовали и Харчовый блок. У Воголя из республиканского и областного бюджета на узведение снашения Литвиновичской школы было выдатковано больше 6 миллионов рублей. А прожатого установят передадзены сертификаты на умоцевание материально-технической базы. До 50 тысяч от Гомельского облвыканкама и 10 тысяч от Кармянского райвыканкама. Докупим нужное оборудование спортивное, то есть сформируем лингофонный кабинет, библиотека, частично какая-то мебель, то, что нужно будет. Само собой нужно разнообразить информационное пространство, то есть какие-то стенды, классные уголки. Простовники генерального подрядчика Будовничиха 300 номер 14 скажут, что все работы выполнены с высокой якостью. Хоть прасовать пришлось у достатково напруженном рытме. Мясовых специалистов не было, а тому работу организовали вахтовым методом. Будовников привозили литерально зусой в области. Нормативный срок ввода школы 1 ноября 2020 года. Для того, чтобы в этом году дети уже не ехали до 30 км в другую школу, руководством области была поставлена задача вести школу к 1 сентября. Для этого мы организовали работу в круглосуточном режиме и последний месяц буквально жили всеми строителями на этом объекте. Это действительно ужасная школа. Прошим размовы не только о бутульных кабинетах, но и их техническом наполнении. Плюс безбарьерная сяродия, наявность систем видеоназирания, пожарные безопасности. Первый урок, приспеченный малой родиме, проходит под девизом «Я вырастут» и край мне это дороги. Старшиня облвыконка Магина Целовей заходит у классы, размовляя с наученцами, звертается до наставников. Беражитесь обе и детей, а мы вам да поможем. Создаем условия для преподавателей, для учителей, в том числе для наших учеников. Видим, какие комфортные классы, какие комфортные условия для них сегодня созданы и создаются в наших школах. И, конечно, забота государства, в первую очередь, наших детях, потому что это наше будущее. Эта работа продолжается и будет продолжаться.